В этих блестящих черных глазах столько грусти и мольбы о помощи. Удивительный питомец в Тверской аварийно-спасательной службе появился совсем случайно, в пятницу утром. О дикой птице им сообщили по телефону. По словам очевидцев, беспомощная сова, забившись в кусты, лежала на холодной земле спортивной площадки 42-й школы. Если бы не вовремя подоспевшие спасатели, пернатый мог бы стать жертвой бродячих кошек и собак. В 7 утра при передвижении на работу наш сотрудник мне позвонил, который сегодня выходной. Ему кто-то из знакомых отзвонился, что сова около 42-й школы. И там жители, которые рядом ее увидели, отгоняют от нее кошек и ворон. Попросил помочь. Все, мы выехали. Когда заступили, выехали, ее поймали. Так что она не сопротивлялась, я ее накрыл курткой, просто взял и все. Спасатели заметили, одно крыло совы находится в явно неестественном положении. Открытые раны не видно. Вполне возможно, что в городе ее атаковали вороны. Сейчас птица находится в сильном стрессовом состоянии. Сказался переезд. Сидит без движения. От спокойствия отвлекает разве что свет телекамер. Внимания журналистов всего за несколько часов оказалось немало. Спасатели поместили сову в теплый ангар. Кинологи даже выделили собачью клетку и насыпали соломы. Информацию о том, чем нужно ее кормить, пришлось вычитывать в интернете. Ведь такие лесные постояльцы, в аварийно-спасательной службе гости нечастые. Но говорят, из беды здесь всегда выручают не только людей, а всех, кто нуждается в помощи. Почему? Что ж? Погибать теперь птицы. По-моему, на нашем месте так же любой, если нормальный человек, он так же поступит. Вы же тоже не пнете к ложку, проходя. Совы часто в город попадают, их вороны атакуют, звонят нам жители. Просто иногда вывозим в лес, если она здорова. Ну, здесь, видите, ее бросить, она погибнет. Тем более, уже прохладно становится, ей же надо питаться. С помощью интернета установили и породу гости. Неясыть обыкновенная, пожалуй, наиболее часто встречающаяся сова в лесах Европейской части России. Прекрасная адаптация к различным условиям позволяет селиться даже в городских садах. Исследователи считают Неясыть одной из первых сов, поселившихся рядом с человеком, чтобы кормиться живущими в населенных местностях грызунами. С первых часов своего пребывания в ангаре она стала любимицей целого коллектива аварийно-спасательной службы. Но, тем не менее, все очень хотят, чтобы сова попала в руки профессионалов и как можно быстрее пошла на поправку. Природа ведь для совы – лучший родной дом. Ребят, помогайте нам. Может, кто-то поможет из ветеринаров вылечить это крыло. Либо будем ждать, когда они сами, ну, само зарастет. Мы же с птицами не занимаемся, у нас нет ни службы, ничего. Ветеринаров нет вообще у нас, у нас только врачи есть о смене, которые с людьми работают. Ирина Ковень, Андрей Шибаев, РНТВ-пилот.